Ярко и современно, тепло и технологично. В самом ближайшем будущем жилые дома, составляющие ансамбль, вокруг излюбленного места видновчан, площади у кинотеатра «Искра» преобразятся. О серых и унылых фасадах можно будет забыть. Жители должны увидеть в скором времени единое архитектурное решение в центральной части города, связанное непосредственно с кинотеатром «Искра» и территорией вокруг него, где активно сейчас ведется благоустройство и в скором времени оно должно завершиться. То есть это единый цветовой ансамбль. Итак, что же мы увидим на советском проезде, советской и строительной улицах? Первое впечатление наверняка будет эстетическое, порадует глаз единый стиль. Но это лишь один из плюсов. А еще комфорт и безопасность. Фасады облицовываются уникальными двухслойными сэндвич-панелями, свойства и срок службы которых не могут не удивить. Автоматически прекращаются все виды разрушения зданий. У вас не будет ни ветровой эрозии, ни ультрафиолетовой эрозии. Нет еще эрозии, связанной с изменением плюс-минус температуры. В конечном итоге, тут закрыли дом, все, вы можете быть спокойны, что минимум 35 лет. Этот дом останется ровно в том же состоянии. Вторым побочным свойством является собственное утепление. По словам производителя, современный материал почти на треть позволит сократить потребление тепла. А значит, жители этих домов приятно ощутят экономию на своих кошельках. На территории нашего городского округа такая технология применяется впервые. И встретили ее с радостью. Я очень довольна, потому что такого ремонта никогда не было. И сейчас и жильцы не против. Да, очень так дружелюбно все относятся, терпеливо, потому что шум лишний раз там в глаз, заглядывает к нам в окошечко. Ну, это хорошо, потому что мы в зиму пойдем в теплое помещение. Обновление фасадов стартовало с приходом осени. График разбит на три этапа. Первый – дома на советском проезде. На каждом здании трудится порядка пяти человек, в распоряжении которых несколько строительных люлек. Работа кипит каждый день. Чтобы обеспечить порядок и меньше стеснять жителей, стараемся рабочее место ограждать вот этой сигнальной сеткой оранжевой. Дальше. В конце рабочего дня убираем рабочее место. Конечно, неудобства для жителей есть, но все они временные. Пока эта парковочная зона между первым и третьим домами по советскому проезду больше напоминает склад. Размещенного здесь материала хватит на облицовку нескольких близлежащих зданий. И с каждым днем его становится все меньше и меньше, а значит, близится и срок окончания работ. На очереди дома на советской и строительной улицах. Завершить все фасадные работы планируется до конца этого года.